Вот и наше украинское минское. Минское пиво. Голос прямо. Ну-ка, что тут от минского? Получается склад ячменный светлый, ячмень, карамельный хмель. Производится Карлсберг Украина Запорожье, Запорожье, Карлсберг Украина Запорожье, Киев и Львов. Классное у нас минское пиво в Запорожье, Киеве и во Львове производится. Вот так. А вы говорите, белорусский продукт. Привет, друзья. Давно не виделись мы с вами. Все с запуском пивоварни. Кручусь, верчусь. Все нормально, рабочие проблемы. Потихонечку снимаю. Потом, как уже запустимся, буду потихоньку выпускать наши ролики. Ну а сейчас меня просто удивляет ситуация на украинском рынке с белорусскими продуктами. Какие-то они не настоящие. Просто заводнено все. Настоящий белорусский продукт, а он не белорусский. Ну вы сами видели. Украина и производство Украина, а пивко так себе не особо. Тут по случаю дочка мне привезла. Она сейчас работает в Белоруссии и привезла мне пивка оригинального, белорусского. Ну тут все по-честному. Произведено в республике Беларусь. Вот настоящее белорусское пиво. Попробуем, сравним с украинским, белорусским. Как-то странно даже звучит. Вообще какая-то ситуация нестандартная. Сегодня вот купил майонез. Национальные белорусские традиции. Давайте почитаем, кто же у нас производитель. Читаем производителя. А производитель у нас Олис ЛТД. Украина, место Запорожья. То есть Запорожье. Да, вот такой вот у нас белорусский продукт. Каким боком, не понимаю. Пиво белорусский продукт, майонез белорусский продукт, сгущенка тоже. Белорусская сгущенка. Производитель Одесса. Вот какое-то у нас магическое производство. Все делается на Украине, в Украине, по ДСТУ украинскому. Не понимаю. Ну, вот. Вот такая забавная ситуация. Наконец попробуем. Настоящий белорусский продукт. А она у нас тут даже с акцизной марочкой идет. Ну, не у нас. В Беларуси. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень красивое пиво. Нежно, такого золотого цвета. Очень приятно. Красивое. Ну, запах приятный. Пивной, чистый пивной. Солодово. Солодово-хмелевой. Такой чистый, хороший, универсальный евролагер. Евролагер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень приятное, хорошее пивко. Не бодяга. Крепкий, хороший лагер. Не скажу, что там пух, фонтан какой-то. Блин, отличный, отличный лагер. Без всяких там косяков, диацетила, еще каких-то побочных. Или захмеленный какой-то. Нет. Вот очень, очень все в меру. Очень хорошо. Приятный, нежный вкус. Мягенько. Солодовость раскрывается. Чуть-чуть хмелевая такая горчиночка идет. Запах хмеля не очень там доминирует. Ну, очень все достойно. То есть достойное, обычное пиво, хорошее. Лучше, чем наша вот эта вот бомба двухлитровая украинская-белорусская пиво. Не знаю, майонез не пробовал, сгущенка. Сгущенку пробовал. Сгущенка. Украинская-белорусская сгущенка ни в какое сравнение не идет с белорусской. Сгущенка. Вот я покупал Рогачев. Вон, сгущенка. Ну, там сгущенка, да, ее так ложкой. Густая такая. А, украинская-белорусская сгущенка. Так, льется как. Сметанка столовой. Вот такая ситуация на украинском рынке продуктовом присутствует. Так, снял для интереса. Потому что непонятно, что это такое. Хорошее пивко, но ни в какое сравнение с домашним не сравнится. Просто не сравнится. И запах, и цвет, как бы, ну, не знаю. Домашнее есть домашнее. Домашнее. Друзья мои, ну это ж совсем другой продукт, это ж хендмейд. Мощь, мощь. Прямо хлебом, хлебом, фруктами. Фруктами какой-то дыней. Очень на паулайнер смахивает. Похож, похоже ногой. Такой фруктово-хлебный аромат. Мощный, мощный. Пена, ну пена не сравнится, конечно. Более мощная. Запах более мощный. И вкус более солидный. Нектар в боку. Нектар. Хорошее пиво. Но, ребята, с домашним не сравнится ну никак. Вообще никак. Вообще никак. Хороший напиток. Божественный напиток. Так что, друзья мои, если хотите хорошего пива, варите сами. Потому что производитель производителем. Но большие производства все-таки не сделают маленького такого уникального чуда. Тут вы можете экспериментировать, сделать просто свой шедевр. Какой хотите хмель заложить. Засыпь, как вы хотите. Специи, какие хотите. Просто сделать просто сделать свое свое творение. Поэтому делайте пиво, наслаждайтесь. Все будет отлично. Поехали.